Явилось восстановление карниза здания. Во времена расстрели карниз был выполнен из трех рядов известняка. Профилированные плиты вырезали из мягкого камня, добываемого из карьера, а потом выдерживали некоторое время под навесом на воздухе, чтобы они набрали твердость и прочность. Повторение карниза в том же материале оказалось невозможным из-за отсутствия действующих карьеров по добыче мягкого известняка. Вроде ничего необычного. Карнизы изготавливали из известковых блоков, которые после нахождения на воздухе набирали прочность. Но вот это и есть самое интересное. Я еще раньше в другом своем видео обратил внимание на странные свойства камней. Ссылка в описании. Камни набирали прочность со временем, а вначале очень хорошо обрабатывались. И это именно камни, а не какое-то литье. Раньше во всем мире строили белокаменные здания и фундаменты из белого камня. И эти камни очень хорошо подогнаны друг к другу. Сейчас эти белые блоки кое-где сохранились. Например, в основании Китайгородской стены в Москве. Также они есть в основании Смоленской крепостной стены. Сейчас эти белые блоки очень твердые. Их тяжело обрабатывать без специальных инструментов. Но если вернуться к статье про Петергоф, то мы видим, что в 18 веке существовали карьеры по добыче мягкого белого камня. Этому камню придавалась нужная форма, а затем он просто набирал прочность, находясь на воздухе. Из такого материала очень удобно выкладывать стены домов и фундаменты. Ведь он очень легко обрабатывается, а затем становится твердым. Что интересно, белый камень очень широко использовался именно до 19 века. Затем люди при строительстве домов стали использовать красный кирпич. Кирпич стали использовать после 19 века, потому что в старых месторождениях белый камень уже набрал прочность, и его стало неудобно добывать и обрабатывать. Плюс к этому появилось огромное количество глины, которая практически валялась под ногами. И здесь нужно вспомнить про огромные катакомбы под Одессой и в Крыму. Ведь это все известковые отложения. Если раньше они были мягкие, в них было очень легко пробивать километровые туннели. Затем свойства известняка изменились. Он стал более твердым, и эти катакомбы забросили. Также и пещерные церкви под Ростовом. Их тоже вырыли монахи. Но в твердом известняке это делать достаточно тяжело. Но если он был мягким, то монахам достаточно легко было создать эти огромные подземные помещения. Тут у нас получается еще одна нестыковка с официальной историей. Ведь если верить историкам, то меловые горы образовались миллионы лет назад из осадочных пород. Вот стоят такие горы миллионы лет, но внутри почему-то имеют достаточно низкую твердость. Наступил 19 век, и все эти горы одновременно набрали прочность. Как такое может быть? Если известковая гора стоит миллион лет, и ничего не происходит. В 18 веке люди добывают мягкий известняк. Проходит всего 100 лет, и этот известняк в горе набрал прочность. И он уже не такой мягкий. Мне вот видится только одно объяснение. Все эти известковые и меловые горы образовались не миллионы лет назад, они появились несколько сотен лет назад. И вот, за 200 лет известняк потерял воду, которую содержал, и набрал прочность. Не было никаких миллионов лет для создания этих гор. Это все событие недавнего прошлого. Еще буквально 150 лет назад эти меловые и известковые горы были более мягкие, что подтверждает километровые катакомбы под Одессой и пещерные монастыри под Ростовом. Как образовались эти горы, я не знаю. Но если бы они простояли миллионы лет, то у нас не было бы в 18 веке месторождение мягкого белого камня. Что-то очень загадочное произошло в 16 веке, и история нашей цивилизации, скорее всего, гораздо короче, чем мы думаем. Это почти все, о чем я хотел вам рассказать. А теперь я вас хочу попросить об одолжении. Месяц назад погиб Паша, создатель канала Дорога к фильму. Это был интересный душевный человек. У Паши была мечта набрать на своем канале миллион подписчиков, но он...